Отдельного внимания, конечно, заслуживает детская мебель, финская детская мебель. Еще одна чисто финская тема, это уличные подогреваемые купели. Конечно, в скандинавском доме дизайн нужен абсолютно всем, даже домашним питомцам. Привет, друзья! Мы по-прежнему в Хельсинки. Сегодня мы идем на выставку Хабитара. Это выставка товаров для оборудования интерьера, для декора. И в основном здесь представлены, конечно, финские производители, хотя и финские дистрибьюторы тоже, безусловно, здесь есть. Финские дистрибьюторы других европейских брендов из других европейских стран. Выставка относительно небольшая, но, тем не менее, довольно интересная. И здесь, помимо товаров, также представлены и какие-то концепты. На мой взгляд, это одна из самых интересных частей экспозиции. Первое, куда мы попадаем, это зона, которая называется блок. И здесь несколько объединений, скажем так. Протошоп – это выставка 10 дизайнеров, которая представляет прототипы и предлагает их компаниям для последующего производства. Очень интересная керамика. Также с большим юмором выполнена маленькая мебель. Какая прелесть вообще! Совмещенные с инструментами, ну и другие предметы, которых, конечно, сразу же узнается скандинавский стиль. То есть, они максимально функциональны. Они даже могут иметь несколько функций. Ну вот, как, например, стульчик, который совмещает в себе еще и книжную полку под сидением. Ну и, конечно, это традиционные, максимально традиционные материалы. Ну вот, например, такие стеновые панели из войлока. Войлок тоже, конечно, в Финляндии в части. Дальше тоже есть ряд экспозиций уже других объединений. Ну и, конечно, выставка работ победителя в конкурсе молодых финских дизайнеров. Предметы, созданные Лаурой Вэре. Я думаю, то, что это фамилия, это имя мы услышим в ближайшее время еще не раз. Еще один проект, который обратил на себя внимание, мое внимание, это, конечно, туалет. Это легкосборный туалет, который может транспортироваться в плоской упаковке. И, соответственно, очень легко и быстро собираться на месте. Это также сухой туалет. То есть, не требуется ни подвод воды, ни чего. То есть, это в замкнутом цикле буквально как-то работает. Как? Не знаю, не спрашивайте. Но решение довольно интересное, и они предлагают, я имею в виду, создатели предлагают это решение для массовых мероприятий, а также, конечно, для каких-то кризисных зон, лагерей беженцев и прочих мест, ну, скажем так, спонтанного скопления людей. Мне кажется, концепция довольно интересная. Ну и нужно еще выяснить, что здесь Альберто Олеси делает, потому что везде его фотографии. Отдельного внимания, конечно, заслуживает детская мебель, скандинавская, финская детская мебель. Ну, во-первых, она сборная, во-вторых, она, конечно, экологически чистая, но даже это не главное, и даже не это привлекает мое внимание. Мое внимание привлекает трансформированную мебель или даже, можно сказать, развивающая мебель. То есть, ну, например, вот такие игровые ширмы, которые можно составлять разными формами, делать какие-то стенки или даже строить крепость. Либо вот такая кровать, которая одновременно является складной и, к тому же, еще и развивающей. То есть, ее можно использовать фактически как такой мини-тренажерный комплекс. Это тоже такая яркая черта и особенный подход именно финских дизайнеров. Ну и, конечно, большое количество деревянных аксессуаров. Это тоже, опять же, черта финского дизайна. Очень интересно, что даже береста идет в ход, то есть, можно сделать очень классные панели. Ну и вообще, отделка стен деревянными панелями в разных видах в Финляндии довольно популярна. На это я еще обратил внимание на выставки домов, на которой мы были не так давно. И там очень много готовых домов имели в разных местах отдельные какие-то акценты из деревянных панелей. Ну и вообще, конечно, дерево в Финляндии очень популярно в различных проявлениях и делает из него абсолютно все. Не только панели, но и светильники, и какие-то декоративные элементы. Даже можно карту сделать из дерева, если хотите на стенку повесить карту любимого города. Ну и, конечно, финская интерьерная выставка не могла обойтись без саун. Вот, например, один очень известный производитель прямо радует тем, что применяет какие-то новые идеи в дизайне и каменных, и самих кабин, самих саун. И еще один пример очень интересного, необычного ресайклинга. Аксессуары, сумки, какие-то подушки, выполненные из текстиля, который называется PISA. А PISA это не что иное, как смесь льна с пленкой VHS. Помните такие кассеты? Друзья, вы знали то, что, оказывается, есть еще арктическая неделя дизайна, которая проходит в Рвойнееме? Вот здесь представлена компания-участник и лауреат, можно сказать, премии этой недели дизайна. Это акустические панели, сделанные тоже из вторично переработанного сырья, и у них еще подсветочка LED. Смотрятся довольно мило, и они мягкие на ощупь, несмотря на то, что производят впечатление, ну, практически таких бетонных каких-то элементов. Друзья, я уточнил, эти панели делаются из торфа. Вот, можно было себе представить из торфа панели. В плане ванны-ванных комнатах скандинавы тоже не отстают. Вот замечательное душевое ограждение структурированного стекла, очень модный тренд в дизайне в ванных комнатах. Естественно, черная матовая фурнитура, и все даже, они умудрились даже шестигранники включить в виде ручки. Ну что ж, довольно забавно, я бы не сказал, что это как-то слишком вдохновляюще, но где-то в каких-то интерьерах вполне может оказаться. И еще одна чисто финская тема, это уличные подогреваемые купели, причем подогрев дровяной стальной печи и вот такие, ну, можно сказать, спа-бассейны без гидромассажа. Такая типичная история именно для финнов, не знаю, ну, мне кажется, у нас это никогда не приживется. А дальняя часть павильона больше похожа на уже торговый центр. Там, конечно, представлено большинство крупнейших компаний, производителей мебели в Финляндии, в Скандинавии. И там все можно даже купить сегодня, сегодня последний день выставки. Обращает на себя особенно внимание их тяга комфорта во всех его проявлениях, потому что, ну, такого большого количества кровати, а точнее, правильнее сказать, будет систем для сна, не увидишь даже в Милане. Конечно, в скандинавском доме дизайн нужен абсолютно всем, даже домашним питомцам. Ну, а почему они должны быть обделены? Вот специальные места для принятия пищи для кошечек и собачек. Небольшая зона на выставке выделена под антиквариат. Ну, как антиквариат, это скорее больше на барахолку похоже. Здесь больше каких-то мелких предметов, винтажа, но вот на что и стоит обратить внимание, это на посуду, потому что в один из предыдущих разов нам удалось купить кофейный сервиз «Арабия» дизайн «Крокус». Это такой уже культовый, можно сказать, дизайн, по-моему, в 70-х он был придуман. Также можно найти какую-то стеклянную посуду. Ну, вот, например, здесь есть дилер, который специализируется на посуде Итала. Можно купить стекло с какой-то историей. Ну, и опять же, это будет чуть-чуть подешевле, чем покупать или заказывать новое. Может быть, какие-то еще декоративные предметы. Ну, в общем, имеет смысл заглянуть сюда, хотя, конечно, чего-то прямо такого сумасшедшего. Здесь я не увидел. Ну, и еще небольшая зона называется «Декор». Ну, это такой, получается, микрофинский мизоно-абжет. То есть, здесь всякие маленькие предметы, декоративные предметы, какие-то аксессуары, причем даже модные аксессуары. То есть, одежда. Здесь даже какие-то подделки делают. Вот очень классные штуки для хранения рукоделия. То есть, если вы вяжете, то вот специальные коробочки, в которых вы сможете хранить свои клубочки, и они не будут спутываться. Итак, друзья, неделя дизайна в Хельсинки подходит к концу. Выставка Абитара подходит к концу. И поэтому давайте подведем небольшие итоги, как же должен выглядеть скандинавский дом, современный скандинавский дом. Ну, а поскольку мы тоже северные люди, можно сказать, на одной широте живем, то для нас это тоже будет полезно. Ну, прежде всего, основной тренд это разумное потребление, это устойчивое развитие, ну и это, естественно, ресайклинг. То есть, повторная переработка. И вот как раз различных предметов из переработанных материалов представлено огромное количество самых разных. Это и целлюлезы, и опилки, и даже торф, как мы выяснили. В общем, потребляйте разумно, используйте повторно, скажем так. Конечно, скандинавский дизайн известен нам как функциональный дизайн, прежде всего. И здесь он проявляет себя, естественно, во всей красе. Ну, вкупе, опять же, с этим самым разумным потреблением и устойчивым развитием все складывается в буквально гармоничную картинку. Несмотря на то, что скандинавы живут в довольно суровых условиях, и 9 месяцев в году, можно сказать, зима, тем не менее, они уделяют большое внимание теме Outdoor. И здесь она тоже довольно неплохо была представлена. Это и различные спа уличные, и это мебель уличная, и какие-то эмоциональные предметы. Все это тоже очень важно для скандинавов. И они стараются наслаждаться всеми моментами уличной жизни, как только представляется такая возможность. Что касается декоративных трендов в интерьере, то я увидел большое количество деревянных панелей. Я думаю, что это будет продолжаться достаточно долго, поэтому обратите внимание, скандинавы используют это очень активно. Естественно, это приносит и природу, привносит и природу, и натуральность в ваше жилище, теплоту, которой нам, северным людям, иногда не хватает. Хороший тренд. Ну и, конечно, вообще, в принципе, к уюту они относятся с большим пиететом, поэтому очень много текстильной декорации, пледов, подушек. Обязательно натуральных цветов, все это, безусловно, есть. Ну и, конечно, ковры. Вот нужно этот опыт обязательно, я считаю, позаимствовать, потому что, конечно, коврам в наших интерьерах, к сожалению, зачастую уделяется очень мало внимания. Ну и, конечно, уюта добавляет также зелень, натуральная зелень. Здесь, кстати, тоже было несколько компаний, которые предлагают различного рода озеленения. Это и фитостены, которые были везде, практически во всех локациях недели дизайна. Это и отдельные растения. Ну и, конечно, это какие-то кашпо, горшки, то, где эти растения должны жить. Ну, в общем, плюс-минус, примерно так. Да, и чуть не забыл. Несмотря на всю свою суровость, и финнов, и скандинавов, ну и в том числе и наша суровость, скандинавский дизайн не лишен юмора. И стори-теллинг, то есть история, которая несет в себе этот дизайн, стал тоже неотъемлемым элементом и дизайна, ну и, соответственно, вашего интерьера и жилья. И я считаю, что это очень круто привносить какой-то юмор, какую-то историю, которую рассказывают те или иные предметы. Так что на это тоже обратите внимание. На этом, наверное, все. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам понравилось в Хельсинки на неделе дизайна. В любом случае, здесь этого дизайна навалом, даже без недели. Так что можете приезжать в любое время. Ну, а мы с вами увидимся в следующем путешествии, поэтому оставайтесь с нами, и будет не менее интересно. Все, пока! Друзья, ну и небольшой паскриптум. Скандинавский дизайн привлекает все больше и больше количества зрителей, поэтому на время недели дизайна в Хельсинки цены на отели вырастают просто до небес. Ну, практически так же, как в Милане или во Франкфурте во время проведения международных, больших международных выставок. Например, наш Клари, в котором мы останавливались уже пару раз, он просто в два с половиной раза подорожал. Поэтому нам пришлось поискать новый отель, и мы нашли очень милый мини-отель, который работает по системе саморегистрации. И он оказался действительно очень симпатичным и довольно привлекательным по цене даже в этот период. Поэтому я рекомендую вам обратить на него внимание. Как всегда, ссылку оставлю в описании. И, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Он, конечно, попроще. Он три звезды, но три звезды он не по качеству, скажем так, отделки, потому что номера на самом деле оказались даже просторнее. По качеству, точнее, по количеству дополнительных сервисов. Конечно, там нет ни ресторана, ни бара, ничего и никакого-то помпезного лобби. Но, в общем, когда вы едете на выставку, это, наверное, и не самый нужный атрибут. Тем не менее, есть, конечно, какие-то минусы и недостатки, такие традиционные для финских отелей. Ну, конечно, это ужасный трап, отсутствие душевого ограждения, совершенно какая-то странная, непонятная система инсталляции no-name. Поэтому, конечно, что касается инсталляции, то я рекомендую выбирать нормальный. Мы много раз о них рассказывали, потому что это работало, ну, скажем так, не очень четко, точнее, совсем не четко. Ну и, конечно, подключение у финнов тоже страдает. Они очень любят уводить канализацию в пол. Это выглядит не очень удобно, и иногда не очень удобно за этим ухаживать. Ну, в общем, как всегда, такие небольшие нюансики. Но, в целом, мы оказались довольны, поэтому пользуйтесь на здоровье. Ну, и теперь точно пока.